МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ 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 Исказывалась спокойная жизнь, мирная жизнь и на этой святой горе. Но настало время, когда Отечество наше порвало как бы связь с православием и исчез центр реальной силы, который поддерживал православие во всем мире. И непростые годы наступили для Афона, но особенно для русского монашества на Афоне, ибо пресеклись все связи с Россией. Невозможно было приехать на Афон, тем более невозможно было с Афона приехать, привезти святыни, передать благословение святой горы нашему народу. И так продолжалось долго. И мало-помалу, те иноки, а их было несколько тысяч, которые в преддверии грозных революционных событий проживали в русском монастыре святого Пантелеймона, постепенно стали умирать. Я впервые посетил Афон более сорока лет тому назад, и мне предстала страшная картина. Вот все то, что видите, эти огромные корпуса, прекрасные храмы, все это стояло, но стояло как призрак. Часть корпусов было сожжено, часть была в полном запустении, и в этой обители вместо многих тысяч было всего семь монахов. Я не могу передать их чувств, когда они увидели нас, людей, приехавших из России, как много было радости и надежды, хотя некоторым казалось, что все закончилось с русским присутствием, и никогда не сумеет возродиться Пантелеймонов монастырь. Но мало-помалу, еще и в годы так называемой Холодной войны, когда связи между Россией и Афоном были весьма непростыми, в том смысле, что не было свободного передвижения людей, тогда, по инициативе нашего священно-началия, преодолевая огромные трудности и внутренние, и внешние, решались вопросы о направлении сюда монашествующих. Я помню, как пополнялся Свято-Пантелеймон в монастырь одним, двумя, тремя иноками, и это считалось великим достижением. Но затем изменились времена. Россия стала другой, и в каком-то смысле мир стал другим. И это, конечно, отразилось на состоянии русского присутствия на Афоне. И все больше и больше наших иноков, трудников, паломников стало сюда приезжать. Очень много людей состоятельных, православных, видя нужду этого места, стали откликаться своим сердцем на скорбное положение русского монашества и приносить сюда свои дары. И не только в русский монастырь, но, как это было и в дореволюционные времена, во все монастыри горы Афон, продолжая эту великую традицию принесения из Руси от искреннего сердца и от глубокой веры того, что можно было принести, чтобы поддержать светоч православие, монашество на Святой Горе. Но, наверное, особые перемены произошли за последние годы. Вы знаете об этих переменах, потому что именно многое из того, что произошло, произошло по вашей инициативе, прямом в вашем участии и поддержке. Государство российское активно включилось в подготовку к празднованию тысячелетия русского присутствия на Святой Горе Афон. Был создан соответствующий фонд, была создана соответствующая церковно-государственная структура, возглавляемая со стороны государства премьер-министром, а со стороны церкови и мною. И в рамках работы этой структуры были произведены огромные, не побоюсь этого слова, реставрационные, строительные, восстановительные работы. И замечательно, что и частная инициатива присутствовала в этом. Очень много жертвателей, некоторые из них сегодня здесь присутствуют, откликались своим имуществом на эту потребность, необходимость восстановить святыни русского Афона. И сегодня вы можете видеть восстановленный Пантелеймонов монастырь. Утром я имел возможность помолиться в восстановленном монастыре Скиту к Силургу, в спение Пресвятой Богородицы. Это был первый русский монастырь. Вот именно игумен того самого монастыря по имени Герасим оставил свою подпись в 1016 году на одном из важных актов, которые хранятся сегодня в Великой Лавре Афонской горы. Он написал так «Герасим, смиренный монах, милостью Божию пресвитер и игумен монастыря Россов». Именно так называли русских византийцы. Они называли весь этот народ, который проживал от Черного до Балтийского моря. И сыны этого народа, начиная, видимо, с середины X века, уже присутствовали здесь, на Афоне. Я увидел этот скит, Успенский скит к Силургу восстановленным. Но в моей памяти обрушенные крыши, еле держащиеся стены, отсутствие монашествующих, полное запустение. И с какой радостью сегодня мог наблюдать то, что я увидел. В 1169 году, по причине увеличения русского присутствия в Успенском монастыре в Силургу, Протат Святой горы принимает решение предоставить для русских более обширный монастырь фессалоникийцев, куда и переехали братья из Силургу. И этот монастырь стал называться монастырем святаго-великомученика-целителя Пантелимона. И ныне мы его называем Старым Руссиком. Старый Руссик – это особое место, связанное с российско-сербскими связями. Это особое место еще и потому, что именно там в течение 600 лет существовал русский монастырь. А в конце XVIII века русские перешли сюда, на берег моря, где построили обширный новый руссик – монастырь святаго-великомученика-целителя Пантелимона, в котором мы сейчас находимся. Я хотел бы, поздравляя вас с этим историческим важным событием, еще раз сердечно поблагодарить вас в вашем лице, государство российское, в вашем присутствии, наших замечательных благодетелей, добрых людей, которые вместе с государством, вместе с церковью сделали все для того, чтобы монастырь был восстановлен. Только что мы отслужили молебен, мы молились за вас, как за главу российского государства. Мы молились за церковь нашу, за народ. И вообще церковь молится за весь мир. Церковь молится за все Божье творение, чтобы никакая злая человеческая воля не погубила этот мир, чтобы вера всегда жила и сохранялась в сердцах людей, чтобы благословение Божие присутствовало над Его творением. Еще раз сердечно поздравляю вас. И пусть благословение Божие пребывает над вами и над Отечеством нашим российским. Рад возможности вновь посетить русский свято-батилейманов монастырь. Исторически он выполнял и продолжает выполнять высокую духовную миссию. И потому дорог и близок православным и в России, да и в других странах. Я не был здесь 40 лет назад, как святейший патриарх московский в Северуси. Но был здесь в 2005 году. И могу сегодня засвидетельствовать, что изменения невероятные. Просто чудесные. С особым чувством, конечно, откликнулся и на ваше приглашение на празднование тысячелетия первого письменного упоминания о присутствии русских монахов на Афоне. И в наши дни интересы России к Афону не ослабевают. В последние годы при активном содействии русской православной церкви и, конечно, в первую очередь при поддержке и прямом участии патриарха, при помощи благотворителей, о которых патриарх московский и вся Руси уже упоминал, происходит восстановление и сохранение исторических мест, связанных с русским присутствием на Святой Горе. Особенно приятно отметить, что зримо возрождается ваш монастырь. Сегодня множество православных верующих из России и других славянских стран прибывают в вашу обитель, чтобы поклониться афонским святыням. Важно и впредь сообща делать все необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих. Хотел бы поблагодарить вас, ваше высокопреподобие, и братью монастыря за гостеприимство и радушие, которое встречают здесь наши соотечественники. Вы являете нам пример следования принципов человеколюбия, добра и справедливости. Эти традиционные моральные и культурные ценности служат сегодня нравственным мерилом и опорой для всех нас. Имеют большое значение для поддержания мира, укрепления России, сохранения единства русской православной церкви. Хотел бы пожелать процветания вашей обители, а всем вам долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Помогай Господи! Христос Воскресе! Воистину! 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 Воистину!